Здарова, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай. У меня сегодня начинается новый проект вот здесь, на полянке, точнее вот там. В дальнем конце буду строить детский городок, качели, горка, домик. Ну, там много всего запланировал. В общем, давайте начинать! Буду, как всегда, из того, что найду на участке. А найти я могу, собственно, вот, например, дрова. И вот там еще куча дров лежит. Это остатки от сараев, гаражей, которые я посносил здесь годом ранее. Поэтому пока нужно все это разобрать, отсортировать и понять, что мне подходит, а что нет. Нашел я четыре таких старых бревна, которые раньше служили перекрытием для гаража. В них от пяти с половиной до шести метров. Ну, и прежде чем с ними что-то делать, нужно избавиться от невероятного количества гвоздей. Чтобы точно понимать объем того материала, с которым буду работать, нужно отпилить гнилые концы. И автоматически те бревна, которые были шестиметровые, стали пятиметровыми. Кстати, друзья, подскажите, пожалуйста, что это за дерево, потому что я понятия не имею. Это точно не сосна и не елка. Ну и, наверное, не дуб. Несколько слов о проекте. Прямо сейчас набросаю чертеж, по которому и буду работать. Всего предполагаю сделать такие три А-образные конструкции. Соответственно, расстояние между первой и второй будет два с половиной метра, между второй и третьей будет полтора метра. Вот здесь разместится у нас качелька, а лучше две. Ну и в этом проеме у нас разместится горка. Я отвратительно рисую, друзья, поэтому сейчас будет фотография, собственно, того, что я хочу, чтобы у меня получилось. Вот так вот сравните. Это я нашел в интернете проект, а это я нарисовал. Три бревна станут у нас А-образными конструкциями, а одно самое длинное у нас пойдет на верхнюю перекладину. Соответственно, первые три бревна мы размечаем и режем пополам. Вот примерно вот так это и будет выглядеть. На перекладинку у буквы А нашел тоненькие бревнышки. Повторяем эту операцию. Еще два раза и у нас получается три заготовки под А-образной конструкцией. Кстати, бревна тяжеленные и ужасные. Я не знаю, как буду поднимать, когда все будет собрано. Вот и вторая буковка А нарисовалась. Третье бревно, оно такое, не совсем бревно. Больше, конечно, жердина, но здесь нагрузка будет небольшая, потому что в этой части у меня будет не качель, а горка. Есть такие фирмы ООО, а у меня будет ААА. В дело вступает топор, нужно избавиться от некоторого количества сучков. Теперь та работа, которую я не люблю больше всего на свете, это зачистка. Берем лепестковый диск и начинаем методично зачищать каждое бревно. Ну, чтобы вы примерно понимали масштаб работы, на одно бревно у меня уходило, ну, судя по таймеру в камере, примерно 8 минут. Соответственно, нужно почистить 12 бревен. 8 умножить на 12, 96, это полтора часа, но у меня почему-то на всю эту процедуру ушел целый день. Следующие пару дней лил дождь, и я на участок не приезжал. Бревна отсырели, набрали весу, и поэтому вот это таскание, которое быстро сейчас происходит, заняло еще пару часов. Для того, чтобы более-менее ровно получилось, я выставил одну конструкцию, и далее забил вот такие арматурины, которые потом служили, ну, таким ориентиром для продолжения сборки. Крепить буду на шпильке М8, соответственно, закручивать гайками для того, чтобы село еще лучше. В каждом древне я делаю такой пропил, вырубаю топориком. Вот эта часть работы мне нравится больше всего. Во-первых, топор очень острый, классный, но, во-вторых, вообще люблю рубить тропором. Кстати говоря, этот топор я нашел в заброшенном доме, сам отреставрировал, привел его в такое состояние, и теперь верой и правдой он мне служит. А вот это я считаю своим авторским изобретением. Можно подчищать пазы, работая таким образом пилой, и получается достаточно ровно. Далее делаем отверстие в каждом стыке. Обрабатываем пропиткой. Вставляем шпильку и закручиваем гайку. Точно так же делаем и верхнее соединение, только здесь уже пропилы идут не под прямым, а под острым углом. Обожаю вот это ощущение, когда все идеально друг к другу подходит, прям подгоняется, раз, шпилька встает на место, закручивается, здесь плотное соединение получается. Классно, классно, мне нравится. На данном этапе у меня появились помощники. Дети решили немножко покрутить гаек. Почему бы и нет, пусть тренируются. Однако не все гайки одинаково легко накручивались, ведь шпилька у меня была достаточно длинная, где-то полутораметровый отрезок, соответственно, я ее резал, и нужно было немножко подтачивать. Пропитка антисептиком тоже дело семейное, и вот так вот в четыре руки мы очень быстро это все сделали. Проект получается практически безотходным, остались всякие деревяшечки, обрезки. Мы их собираем, разводим костерок, ставим ведерко и топим смолу. Ведь те части бревен, которые будут погружены в землю, я решил просмолить. По участку распространился божественный запах смолы, который я помню еще с самого детства. Даже появилось желание немножко пожевать эту самую смолу, но я себя удержал. В интернете еще увидел такой вариант, когда вот эти части, которые погружаются в землю, они не осмолятся, а на них натягивается пятилитровая бутылка. И потом строительным феном она нагревается, соответственно, пластик, он такой, имеет свойство термоусадки, он садится и получается такое пластиковое основание. Но я как-то не доверяю всему этому, да и фена у меня нет строительного, поэтому будет по старинке, будет смола. Одно слово. Красота. В общем, половина пути пройдена, конструкция собрана, теперь нужно устанавливать. Пожалуй, на этом буду заканчивать видео, но, во-первых, оно получается слишком длинным, а, во-вторых, мне нужен ваш совет. Я уверен, что среди моих подписчиков есть строители, есть люди, которые понимают, шарят, разбираются, но не зря, что вы все время мне пишите комментарии. Поэтому сейчас я очень прошу вас написать комментарии, друзья, что делать дальше. Бетонировать или просто закапывать? Какую конструкцию лучше применить? Как сделать горку? А еще ребенок, дочка хочет домик. Вот можно ли из этого попробовать сделать домик на дереве? Короче, друзья, если понравились, ставьте лайки, подписываемся на канал, ну и жду ваших советов в комментариях. Все, спасибо, пока!